Ткани и фактуры. Для создания нужного для гамин-драматика силуэта очень важно удачно подобранная ткань. Отдавайте предпочтение в меру жесткой, плотной, но при этом не тяжелой ткани, держащей форму и создающей четкий силуэт. Жесткие ткани дают эффект угловатых линий четких сладок на изделии. Фактура ткани должна быть гладкой, матовой. Но смотрите, мы вот только назад показывали им блестящие ткани. Не обязательно же они должны быть матовыми. То есть мы же говорим о чем? Может быть об отсутствии вот этой вот фактурности натуральной. Но матовость-то не обязательно должна быть с деликатным блеском, а с сильным блеском. Мне кажется, с сильным блеском нету против такого как эффекта вот такой вот глянцевой поверхности. Она тоже прекрасно будет работать. Вот здесь очень внимательно надо посмотреть, почему именно с деликатным блеском и почему именно матовый. То есть стоит ли так ограничивать. Не грубая, в меру шершавая на ощупь. Без, по сути дела, о чем мы говорим? Без какой-то вот этой акцента на фактурную поверхность, которая более характерна для присутствия натурала. Избегайте рыхлых, мягких, пластичных, легко драпирующихся и бесформенных тканей. Это бесформенных можно добавить для усиления. Существует множество формоустойчивых тканей, из которых можно создать красивые силуэты в одежде, например. И так далее. Перечисления. Вот здесь я бы тоже предложила сразу зафиксировать на картинке. Дайте что-то. Например, правильно, вот здесь расположить правильные, а вот здесь неправильные. Как вариант для того, чтобы этот текст сразу фиксировался в голове. Вот здесь, то есть можно поменять местами, часть текста скомбинировать с непосредством. Здесь половина текста иллюстрации, здесь половина текста иллюстрации. Это будет лучше, потому что когда человек смотрит уже на эту картинку, он уже не помнит текст. То есть, смотрите, дозировка и объединение, небольшой текст иллюстрация, небольшой текст иллюстрация. Вот смотрите, когда вы в детстве читали книжки, вам нравились книжки без картинок? Мы когда были маленькими, для нас еще был процесс чтения более сложен, потому что это слишком нагружало нас информацией подряд, когда много-много текста. Здесь есть какая-то параллель между нашим детством, в связи с чем мы даем клиенту совершенно новую для него информацию, и она достаточно тяжелая. Для вас она воспринимается легко, потому что вы уже в этой теме долго варитесь. Вы можете читать лукбуки вообще без картинок, с таблицами, и вам будет нормально. А для клиента, например, первую часть текста и вот эту картинку, далее пример со списком существующих тканей и справа картинки. Вот это будет самое лучшее для клиента. Он не будет перегружаться информацией, и он будет очень четко иллюстрацию соотносить с текстом. То есть все замечательно, но нужно обязательно распределить вот этот баланс. То есть не делать текст-текст-текст, а потом картинки-картинки-картинки-картинки. Такое пожелание чисто с позиции восприятия информации. Хотела бы вот такой вот момент отметить.